Здравствуйте, мои господа, с вами я, Нернелл, и мы продолжаем бродить в The Long Dark. Так. Ладно. Что я усвоил? Нам нужно всегда иметь костёр под рукой. То есть, еда — это минимум. Конечно, без еды прожить нельзя, но... Но, еда... Её всегда много, если ты находишь разные постройки. А палок, дровишек — их всегда мало. То есть, два часа — это ничто. Вот десять часов, да, это... Это просто зашибись, это... Это не предел мечтаний, но это то, о чём... К чему стоит стремиться. Если вот этого достичь, то будет всё вообще прекрасно. Десять часов... Блин. Десять часов — это целая ночь практически. Там уже, считай, под утро, и можно выдвигаться. Там уже день наступает. Хотя тоже будет очень холодно, однако... Ну иди побегать нельзя, да? Ну, я потратил сколько? Тридцать минут тут. На вот... Обломку... Не, это олень. Это олень. Так быстро не передвигается волк. Да, вон она день. Ну, точнее, не так быстро, а так вот это... Дум, дум, дум. Это одна из самых простых локаций, и я её... Так или иначе, эту локацию я знаю. Хотя мы уже и отрадную долину знаем. Вот эту локацию я знаю сто процентов. Так как я смотрел, как по ней бродили. У меня есть стрелы для лука? Нет, стрелы надо делать... О, ё... У лука тоже из... Из нос есть. У тебя должны быть стрелы. Мм, конечно, стрелы. Да забирай, хоть миллион. Стрелы. Чего тебе ещё дать? Ружьё, пистолет, миниган. Нет, это олень. Это олень. Нам надо идти по льду. По льду, и там, по идее, должны быть домики. У нас сейчас первостепенная задача найти домики и просто... Это олень, это ещё один олень просто. Он наклонился так головой и был похож на волка. Может, реально стоит меньше бегать? Не знаю. Как вы думаете? Стоит, не стоит? Сейчас мы найдём домики, и это будет просто нашей отправной точкой. Ага, не-не-не. К домикам пока не пойдём. Вон там вот есть башка, башенка сторожа. А вот тут вот есть труп. Мы заберёмся на эту башенку, она к нам намного ближе. Потом мы пойдём по льду. И там будут домики. И от них мы уже будем куда-то двигаться. Мы сюда зайдём просто, чтобы её осмотреть. Чтобы удостовериться, что там, к примеру, нету ружья. Ну и переждать ночь. Ночь, конечно, только через 10 часов, однако ночь переждать надо. Допереться ещё. Ладно, 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 ладно. Не бегу. Не кипишую. Какого фига ты так медленно идёшь? Меня больше всё интересует. Нам игра показала, что тут... Не, ну тут... Зоопарк тут небольшой. Олень, заяц, волк, да медведь. Это, в принципе, немного. Могли бы добавить больше, но... Тут медведя одного... Без ружья ты с ним нифига не сделаешь. И я хотел выйти из той локации. Хотел, как бы, перейти, может, на другую. Попробовать там найти ружьё. Потому что, скорее всего, там было, но... Медведь мне сказал... Куда спешим, а? Вон она. А я так и не нашёл адекватный подъём. Где он? Вот он, походу. Так. А как мне к тебе спуститься? Я сейчас ноги себе пообломаю. Вот, всё. Повезло. Фух. Фух. Ну вот, всё равно этот звук, он... В тот раз звук меня предостерегал к тому, что я, скорее всего, подходил к этому волчьему утёсу. Ну, там было нагромождение камней, такое же, как на картинке. И волков стало просто дофигищей. И медведь. И боже, они прятались всё это время там, от меня. Типа, чтобы не досаждать меня в начале. Нет. Знаете, даже, если я сдохну в этот случай, я не буду, как бы, бросать эту игру. Мы её обследуем. Но я стану наглее. И я скажу игре, давай мне самый уровень сложности сложнее. Давай харду. Я согласен. Я согласен потеть просто в этой игре, а в определённых моментах... Отдыхать и радоваться прекрасным видом, который она мне предоставляет. Типа, вот этого вот. Она реально сложная, на самом деле. Даже на скитальце. Я не представляю, что там на... Харде-прихарде... Вообще. Сколько там у меня? Не-не-не, я не буду сейчас ничего ломать. Вот он, дом лесника. Вот как он называется, я уже и забыл. Какой же тут звук громкий. Он меня даже пугает в некотором плане. Ну, он создаёт атмосферку такую... Угнетающую. Даже очень угнетающую. Фух. Вот из этого что-нибудь на превьюшку пойдёт. Даже, наверное, вот так вот. Не знаю. Посмотрим. Это, кстати, единственный дом, если не ошибаюсь, у которого можно... Открыть вот так дверь и... Из него смотреть, что... Снаружи происходит. Да, кому это нужно-то? Это нужно было человеку, который до этого здесь вдох. Было бы забавно, если бы наш труп лежал сейчас в отранной долине там наверху. Если бы это было так, то... Игра просто выросла у меня в глазах. Ну, в моих глазах. Так правильнее сказать. Причём она выросла бы очень резко. Чё, обратить не могу, долбанная скамейка. Набор для шитья. О, розжиг. Ну, ты не работаешь, конечно. Почему у тебя... Персики! Я вас ненавижу! Всё, началось с долбаных персиков. Мне персики всю жизнь загадили. Долбанные персики. Ненавижу персики. Раньше я их любил вкусные такие, сладкие. Теперь я их ненавижу. Что здесь потепло? Температура воздуха. Давай я разожгу пока кастит эту штучечку. Прогрею немножко дом. Да всё равно я спать буду без костра в основном. По крайней мере сейчас. Потому что у меня... Ну, то не, я дрофтанал мало. То у меня кедровых кедрушек мало. А дрова-то вон у меня палки. Палок у меня немало. Давай, давай, давай. Разожги мне её. Я поспать хочу. Я посплю, конечно, больше, чем час. Хотя нет, я, наверное... Обе кедрушки сейчас поеду туда. Там будет два часа. За это время, по идее, должен... Ну, два часа. Чтоб дом прогрелся. Да давай уже. Если ты их, ты не можешь разжечь. Такое большое поле. На что эти ветки будут давать? Ветки в снегу были закопаны. Откапывал их руками. Триворучка, блин. Сколько там... А спички тратятся, скорее всего. Они как... Да, спички тратятся как раз. Ох, ёй, это тратится. Мы такие... Ты такой просто умелец. Главный герой. Давай, я весь этот день посплю. А ну перед самой ночью мы поедим, а потом опять спать будем. Такой умелец. Он запоганил всё, что у меня было. Снежок падает. Наше обезвоживание. Пей. Надо было еду первостепенно спрасывать, а не всё остальное. Что-то я даже не задумывался об этом. Сейчас отравится. Иди-ка... Да, отравился. Я всем отравлюсь сейчас, что у меня есть практически. Ну и мне там 10... Ну как раз всю ночь. Норм. А, ты... Не паял их. Извини. Ты их только вскрыл. Давай, давай, 10 часов. Надеюсь, то, что будет в тех домиках, меня обрадует куда больше. Эй. Это что? Отчего ты умрёшь? Блин. Пипец. А. А, то есть... Смотри, как мы делаем. Я сейчас ем. Дальше мы идём к домикам, и ты не умираешь по пути. Вот такой вот простой план. На вид. Но только ты должен его выполнить. Я пока не... Я сейчас... Очень в лёгком весе. Плюс я ещё проблевался ночью, как я понимаю. Так что ускоряться я не буду, я ускорюсь, когда это будет прям очень нужно. Да давай, нам надо сваливать отсюда. Вон там вот спуск, да? Ага. Так, тут есть, на самом деле, вариант спуститься по-быстрому. Но он меня не радует. Я, конечно, возможно, воспользуюсь. Ясно. Не буду я им... Нет, буду. Пока ничего не повредили. Да я, на самом деле, это я сейчас не шифтую. Вот так вот мы ходили с шифтом при полном весе. А сейчас я хожу так при... Сколько там по весу у меня? Десять килограмм. Но с таким набором, что у нас сейчас есть, выжить нереально. Десять килограмм это даже минимума не будет. Пятнадцать, может, ещё там. Ну, потому что у меня... Что у меня палки для разжигания, еды у меня по минимуму, воды... У меня еды вообще не осталось. То есть, это десять килограмм, у меня даже еды нету. Ну и что вы хотите, вот, сказать мне, что с таким минимумом надо выживать? И на харде надо будет выживать именно с таким минимумом? Ну, это... Ну, это не... Unreal. Мы сейчас не по льду пойдём. Не хочу опять делать этот круг. Мы пройдём вот тут вот. Пятнадцать. Здоровье. Оно не быстро улетает. Оно улетело только потому, что я спал. По крайней мере, я отдохнул. А найти долбаные лекарства, я думаю, можно будет в тех домиках. Лесосека. Зачем я шифтую? Ладно. Сухость во рту. Это последняя баночка, что у нас есть. Вообще, из еды у нас больше ничего нету. Прекрасно. Опять сдохну. Я не сдох на... Локации, которая была... Сложнее этой в два раза. Но при этом... Я сдохну на этой локации, потому что... Блин. В этот раз она реально сложнее. А наслажднее чем-то от родной долины. Сколько нам вещей дали там? Тут... Вот что мне дали? Бинты? Которые мне не помогли от того, что я сейчас жранул долбанную банку, и она меня опять убьёт. Меня второй раз уб... Ну как, ну ладно. В первый раз меня убили не персики, а медведь. Но сейчас-то меня убьют персики. Я ещё буду помирать от обморожения. Где эти долбаные домики? Или этот путь был ещё длиннее, чем тот? Ну там ещё нам надо было идти по этому ручью и до озера. Тут же я просто решил обойти с другой стороны. Чё, телефон зазвонил? Оле... Так, я очень надеюсь, что вы открываетесь. Что вот ты вот можешь открыться. Конечно, не те домики, про которые я говорил. Да, вы открываетесь. Пожалуйста, мне нужно лекарство. Дайте мне что-нибудь. Что мне там нужны? Антибиотики. Книга, иди сюда. Лекарство. Пипец. Да, иди сюда. Не, конечно, не ты нужна лекарство. Пустотенечка. Тут тоже. Ты понимаешь, что... Мы сейчас ляжем спать, и ты умрёшь. Ты просто умрёшь от этой хрени. Что мне там надо приготовить? Чай. Нет у меня чая. И навряд ли он будет в ближайшее время. Так чё? Чё это? Подушка. А? Окей. Может, там получше домики есть? Я так хорошо выживал. И две серии подряд вздохнуть. Так, у меня к тебе топливо есть. Или оно было? В тот раз. Подушка. Печально, плядь. Печально, да? Вы продержались. Про меня уже в прошедшем времени говорят. Спасибо. Не будет тут долбаного чая. Не будет. Так, в этом я был. Или не был. Я уж не помню. Тут три домика, а не одинаковые. Был я в этом? Да нет, не был. Лайер. Вам что, настолько лень дать мне долбаные лекарства? Которых не было в... Чёрт возьми, аптечки. Может, я сверху аптечку не посмотрел, и они там были? Ты что? Нет, я умер. Ты мне нужен. Чё-то я не верю. Тут есть мёртвый? Дай мне лекарств. На самом деле, тут не всё так и плохо было. Пройдёт само. Какой там шанс, что оно пройдёт само? Один к миллиону? А то, что я сдохну один к одному? Ты, конечно, я понимаю. Если ты не отдохнёшь, ты потеряешь сознание. Ну ладно, просто я показываю тебе, что будет, если ты отдохнёшь. Простой пример. Отдыхай. Я из камеры вышел, да? Чё ты? Не стесняйся. Спи. Как? Я по всем законам должен был умереть. Чё, какой-то там ещё. Дикая усталость. Ладно, на этом мы закончим. Я, конечно, не знаю, что я в следующий раз буду делать. Мне, по идее, надо топить снег. Либо пытаться дойти до тех домиков. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока-пока. С вами был я, наверное, я дико удивлён, что я не умер второй раз. Игра сжалилась надо мной. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok.